Всем привет, с вами Гаврил и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на Рубика, его название Vespellbinding Shape. И давайте рассмотрим модель нашего Рубика. Вот такой у нас. Довольно таки необычный Рубик. Хотя кого я обманываю, он довольно таки обычный. Всем привычный, зеленый Рубик. Но при этом я считаю, что это довольно таки хорошая модель на Рубена. Она мне нравится за свою резнистость, четкость отработанных моделей вещей. И также текстура этих вещей, выполненная на очень высоком уровне. Ну вот, знаете, я когда смотрю вещи Рубиков, рассматриваю сеты, я прям путаюсь в них. На мой взгляд они все так похожи. Похоже, вот эти плащи, головы, посохи, все практически идентичны. Но вот, когда я посмотрел на этот сет, цельный, мне он очень понравился. Он довольно таки необычный. У него есть вот своеобразные такие черты. В игре рассмотрим какие они. Но так вот, в целом, мне данный комплект очень нравится. Данный сет состоит у нас из четырех вещей, двух рарок, одной анкомонки и одной комонки. Ну давайте посмотрим, как выглядят Рубики в игре. Вот такие у нас Рубены. Вроде бы с одной стороны, вот если, давайте сверху вот так посмотрим. Нет, даже так они не похожи, на мой взгляд. Ну то есть, похожи, но они при этом довольно таки разные. А если вот так сверху посмотреть, ну, довольно сильно различаются они. Сразу мне бросаются в глаза вот этот задний цветочек от его пальто, плаща. Ну, посмотрим сзади, как он выглядит. А если касаемо спереди, у нас совершенно другие вещи, другие плечи. Вот перед у нас здесь другой. Плащ, кстати, нравится то, что у него анимация свечения такая же, как и в стандартном. Не все повторяют данную, так сказать, вещь. Ну вот, что касаемо посохов, на мой взгляд, они практически одинаковые. Хоть и модели у них разные, но я вот не вижу особой разницы, потому что вот эта анимация жидкости, она как бы запревает сам посох, на мой взгляд. Я как бы могу ошибаться, можете ему со мной не согласиться, но вот мне кажется, что посохи практически одинаковые, потому что нижняя часть, она, ну, практически идентичная, за исключением вот этого горения. А так, ну, они практически одинаковые. Давайте посмотрим сзади рубиков. У нас полностью меняются плащи, вот здесь другие плечи. Выполнены они в таком же стиле, как стандартные, но здесь у нас лепесточки такие, а здесь, ну, своеобразные такие накидочки. Сам плащ изменен. Он у нас по сравнению со стандартным цельный, и у него здесь вот концы горят. Каким-то таким ураном. Ну, или, не, фосфор, это у нас белый фосфор, так говорит. И что касаемо иконок. Вот мне очень понравилось это изменение. У нас иконки прям сильно меняют рубиков. Модели, с одной стороны, сами вроде бы похожи, но при этом рубики выглядят совершенно по-разному. Вот сетовый рубик у нас. Очень злой такой, прям нехороший рубен. У него, ну, всем привычные зеленые глаза. Но при этом он совершенно разный по сравнению со стандартным рубиком. Вот смотрите, здесь у нас такой милый, добрый маг. Ну, и как вы обратите внимание, помимо самого лица, вот изменения, здесь у нас добрый, злой. Также у нас здесь меняется воротник, второй воротник, третий воротник, и воротник подворотника. Ну, видите, совершенно как бы разные модели. Рубиков. Ну, вот иконки. Что мне очень нравится. Вот очень одобряю, что они у нас разные, прям совершенно разные рубики. Так, а на этом у нас все изменения, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...